Всем привет! Сегодня у нас 14 октября 2020 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать вам сорт сливы дипоидной позднего срока созревания Анжелена. Как себя повела в 2020 году при весенне-возвратных заморозках. Гляньте, как завязаны плоды на ветках. Это дерево в зимний период очень сильно было обрезано на черенки. То есть остался, грубо говоря, один столбур и там какие-то там куски веточек. То есть толстых. Те, которые не пошли именно на черенки из-за того, что они очень толстые. И гляньте, как нацеплялось все. Если бы я его не обрезал на черенки, я оставлял именно правильную обрезку, формировку, тут бы была вся слива полностью залеплена. Просто я именно показываю, как может грузиться на плодоносящей древесине, на тех ветках, которые залаживают почки, которые не обрезаны, как может грузиться урожаем данный сорт. Этот сорт очень отличных товарных и вкусовых качеств может храниться в подвальных помещениях до конца декабря месяца, до нового года. Спокойно можно потреблять его где-то со средины ноября до конца декабря. Сорт, можно сказать, поздний осень и даже зимнего срока созревания. Сейчас на данный момент, средина октября, он на вкус, ну так, ну давайте сейчас продегустируем. Он еще, можно сказать, зеленый. У него должна мякоть покраснеть. У него и сок как бы есть. Он видно, видно течет сок. Но у него нет еще того вкуса, он не набрал вкус тот, который должен быть. Давайте попробовать на вкус его сейчас. Мякоть хрустящая, сочная, сладкая, с кислинкой. Но при дозаривании, как сорт полежит в подвальных помещениях, он станет чисто сладкий. У него кислинки вообще не будет ни в шкурке, нигде. Вот давайте сейчас пробегусь по дереву, примерно покажу, как он вяжется. Отлично. Не боится он весенних заморозков. У нас заморозки были, напомню, кто не знает, до минус 9, 1 апреля. Ну вот так вот он вяжется. Он уже начал сыпаться, за него, блин, забыл. Он начали подысыпаться. То есть его надо уже собирать. Собирать его где-то нужно конец сентября, начало октября. Ну вот я в этом году соберу его в середине 14 октября. Сейчас покажу. Блин, ну залепленные прям ветки вообще. Так же самое вот. Зимой было обрезаны вот такие толстые ветки, оставленные. И уже на вот этих ветках, которые ветки были оставлены, вот так вот оно загрузилось. А больше не было ничего. Это уже прирост этого года пошел. Это на летнюю прививку обрезал прирост. То есть вот такие вот толстые, они же не пойдут. Надо более тонкий. Смотрите. Урожайность отличная. Сейчас это одно у меня дерево, а сейчас подойду к другому дереву. Гляньте, все залеплено. Вся ветка, которая осталась на дереве. Оно под листьями, может быть, плохо видно. Но я попытаюсь показать. Вот так вот. Добился я размера хорошего. У меня первые годы, кто не знает, был размер 50-60 грамм. Я уже думаю, то что ж такое. Первый год 50 грамм, второй год там 60-70 грамм. А в этом году уже плоды у меня такие есть грамм по 130. То есть я некоторые взвешивал, уже плоды есть довольно-таки. Ну вот сейчас сорвем. Мне уже держатся так слабо на дереве. Вот вот такие плоды в руке. То есть, грубо говоря, средний вес где-то должен быть в этом году 100-110 грамм. Самые крупные плоды до 130. Ну, давайте теперь дождемся дозаривания. И уже в середине ноября положим их на веса и продегустируем вкус вместе с вами. И посмотрим вес. А, сейчас хотел показать же еще второе дерево у меня. Где оно тут? Что у нас тут? У нас тут тоже все. Он, гляньте, обвешано данным сортом. Опыляется у меня очень хорошо. Потому что мне люди часто задают вопрос, какой нужен опылитель. Я, честно, вам не скажу, какой нужен опылитель. У меня в саду много разнообразнейших сортов. То есть, кто-то кого-то опыляет. Ну вот, рядышком растет желтая фаска. Ее уже нету. Это у нас Анжелена. Это у нас Ацарк Премьер. Тут же у нас привит Пин Сатурн. Он прирост какой хороший. Кому надо, звоните, пишите, заказывайте. Потом идет Шира. Тоже прирост тут хороший. Потом идет Рубик Ранч. Кстати, плоды еще кое-где висят. Я не все сорвал. Но в этом году его мороз подбил этот сорт. Ну и так же самое. Тут разворачиваемся. Тут Генерал, Румяная Зорька, Блукармен. Фу-то, что-то только нету. Короче, Лориен. То есть, куча сортов. И, естественно, какие-то сорта. Ну вот, покажу сад. Вот, в средне сада в ряду. Кто-то что-то его опыляет. Хорошо. Там дальше через один ряд идут другие сорта слив. То есть, ну, честно, не подскажу, какой конкретно нужен этому сорту опылитель. Но у меня в саду она пыляется замечательно. Как цветет, так и опыляется. Вот так вот. Вот такая вот слива классная. Диплоидная слива Анжелена. Позднего срока созревания. Так, ну теперь ждем дозаривания. И уже попробуем. Посмотрим, какой вес и вкус. Не переключайтесь. Так, сегодня у нас 10 ноября 2020 года. Вот как раз подошел тот момент, когда уже можно потреблять в пищу сорт сливы диплоидной Анжелена. У нее уже появился хороший вкус. Она дозарилась. И, в принципе, она может лежать до конца декабря. Спокойно ее можно потреблять. Давайте посмотрим, какой вес плодов. Самые большие в этом году были 120 или 130 грамм. Ну вот, грубо говоря, средний вес 85-95 грамм. Отдельные 100. 88 грамм. 100. Ну, короче говоря, заявленный вес у этой диплоидной сливы 90-100 грамм. Вес, в принципе, отличный. Хранится отлично. Давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая у нее мякоть. Сейчас уже листья опадают. Уже, грубо, средина ноября. Вот такая мякоть сейчас. И чем дальше, тем она будет больше менять цвет. Она станет в декабре месяце чисто красной. Косточка уже красного цвета стала. То есть, чем краснее мякоть, тем она вкуснее. Вот так вот говорю. Ну, уже, в принципе, она и сейчас довольно вкусная. Мы уже ее по чуть-чуть начинаем кушать. Вот так вот. Так, давайте разрежем еще вот эту. Сока много. О, это уже более красная мякоть. Вот так. Ну что, давайте посмотрим по соку. Вот мякоть какого цвета. И она чем дальше, тем будет. О, гляньте, сока сколько. Гляньте, все бежит. Сочный сорт. Давайте пробовать на вкус. Не будем все выжимать. Сладкая шкурка с кислинкой. Очень сочная. Даже несмотря на то, что я выдавил много сока. Шкурка. Ну, кислинки у шкурки практически нету. Практически я ее не ощущаю. Вкусный сорт для этого периода. Просто отлично. У кого нету этого сорта в саду, сажайте. Это поздний, очень поздний сорт. Хранится до декабря месяца. Я уже не раз об этом говорю. До декабря, до конца декабря, до нового года она хранится. И чем дальше, тем улучшает вкусовые качества. Период потребления примерно с 1 ноября по конец декабря. Вот так вот. Может она в холодильниках хранится и дольше. Но у меня холодильника нету. У меня подвал. В подвале она максимум хранится до конца декабря. Вот так. Есть черенок на продажу. Кому интересно, звоните, пишите. Будем реализовывать с 5 января по 10 февраля на зимнюю и весеннюю прививку. А так, кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok